Абсолют Непроявленный Абсолют от проявленного Абсолюта отделяется запредельем В запределье, образно, есть граница, энергетическая пленга, разделяющая, не разделяя, непроявленный Абсолют от проявленного Сохраняя при этом целостность Абсолюта, ибо он всегда есть неделимое целое На каждом энергетическом уровне с учетом энерго-временных вибраций существует определенный уровень запределья Несущий в себе функцию ограничителя эволюционного развития данной эпохи И когда эта эпоха изживает себя в своем эволюционном развитии, наступает критический момент перехода на новое эволюционное состояние При котором уровень запределья используется как энергетическая плотность, через которую может пройти только новое, соответствующее новому эволюционному состоянию следующей эпохи А все несоответствие, если не способно трансформироваться, остается за гранью запределья Все точки в непроявленном Абсолюте находятся в состоянии непроявленности Все точки в проявленном Абсолюте находятся в состоянии проявленности А значит, любая точка Абсолюта находится одновременно в непроявленном и проявленном состоянии Более того, каждая точка проявленного Абсолюта проявлена одновременно на трех планах – дух, огонь, сознание, находясь в состоянии единства. Три единства этих трех планов. При переходе точки из непроявленного Абсолюта через запределье в проявленный, в запределе происходит сборка сознания проявленного Абсолюта с сохранением того состояния, которое точка имела в непроявленном Абсолюте. Но это состояние точки в проявленном, как было сказано выше, уже не соответствует состоянию непроявленного Абсолюта. Так, в момент прохода запределье сборки точки и проявление ее в проявленном Абсолюте состояние непроявленного изменилось, он уже стал другим. В нем мгновение прохода запределье. Сборки точки в проявленном Абсолюте произошло рождение того, чего еще никогда не было. При переходе точки из проявленного через запределье в непроявленный Абсолют, в запределе происходит полная разборка сознания точки до непроявленности. Обретение точкой в состоянии непроявленного Абсолюта, полностью соответствующего мигу мгновения Вечности, сейчас, в соитии с непроявленным Абсолютом расширения сознания. При возвращении точки из непроявленного Абсолюта через запределье в проявленный, в запределе происходит сборка сознания с сохранением того состояния, которое точка имела в непроявленном Абсолюте. Это состояние точки на момент выхода из-за пределия более всех других точек приближено к эволюционному состоянию новой эволюционной эпохи. Но оно, как было сказано выше, уже не соответствует состоянию непроявленного Абсолюта. Так, в момент прохода в запределе сборки точки и проявления ее в проявленном Абсолюте, состояние непроявленного изменилось. Он уже стал другим. В нем мгновении выхода сборки точки в проявленном Абсолюте произошло рождение того, чего еще никогда не было. При многократных вхождениях точки проявленного Абсолюта через запределье в непроявленный Абсолют, многократных разборках сознания, точки, сбиранием себя вновь рожденного в самом Абсолюте, соития с ним, происходит расширение сознания, приближение его к состоянию непроявленного Абсолюта, обретение последних эволюционных состояний новой эпохи, соответствующих моменту сейчас. При последующих новых сборках происходит приближение состояния точки проявленного Абсолюта к состоянию новой эволюционной эпохи, в конечном итоге полное соответствие ему, расширение сознания до беспредельности, слияние сознания с сознанием Абсолюта. Субтитры создавал DimaTorzok